В Люберцах с конца весны зафиксировано несколько случаев заболевания менингитом. Если вовремя не начать лечение, опасное заболевание может привести к инвалидности. Об одной из важнейших прививок в следующем сюжете. В менингите воспаляются оболочки спинного и головного мозга. Болезнь развивается очень быстро, может вызвать поражение мозга и даже привести к смерти. Инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, но правда при очень тесном контакте, потому что эта инфекция называется еще поцелуйная инфекция, то есть при очень тесном контакте. Менингокок – очень тяжелый микроб, он летает далеко плохо, и поэтому в основном это там, где большая скучность населения, в семейных очагах, как правило, если тесный контакт. Для заболевания характерны высокая температура, насморк и першение в горле. Если болезнь прогрессирует, появляются и другие симптомы. Это рвота, это очень сильная головная боль. Ну и самый неприятный признак менингококковой инфекции, особенно генерализованной, это звездчатая геморрагическая сыпь, которая может появиться в любом участке тела. Это очень грозный симптом, требующий молниеносного принятия решения о госпитализации. Вакцинироваться от менингококковой инфекции можно в поликлинике по месту прописки. Вакцину вводят людям от 9 месяцев до 55 лет. Особенно тяжело болеют дети, поэтому их вакцинируют в первую очередь. Елена Довгаль привела четверых сыновей. Ну, температура бывает, конечно, не без этого, но так хорошо. Сейчас очень много всего вируса гуляет, поэтому лучше все-таки обеззаразить детей. Главные противопоказания в прививке – вирусные инфекции и обострение хронических заболеваний. Поэтому перед вакцинацией обязательный осмотр врача. Он выявит противопоказания и сократит риски побочных эффектов. Жанна Фокина, узнав о возможности привиться от менингококка, с дочкой пришла на прием к педиатру. Я за здоровье, конечно. Потому что лучше уколоться один раз, чем потом лежать в больнице. Ищу и опасность там детальных исходов. С конца весны в городском округе Люберцы зафиксированы 8 случаев заболевания менингитом. Среди них и дети. Болезнь скоротечная. И самый лучший способ защиты – вакцинация. Сохраните здоровье и сделайте прививку. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.